Досуг для пожилых и активных. 26 января в детской библиотеке города состоялось открытие клуба «Золотого возраста». Новый для города проект стал воплощением идеи о месте, где люди зрелого возраста могли бы чувствовать себя полезными, занятыми и социально активными. Создание специализированных досуговых центров проходит по инициативе губернатора Смоленской области Алексея Островского. В рамках областной государственной программы социальная поддержка граждан, которые проживают на территории области регионального проекта «Старшее поколение», входящего в состав нацпроекта «Демография». Клуб станет центром притяжения ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, а также инвалидов и людей «Золотого возраста» с общими интересами. Несколько лет назад агентство стратегических инициатив запустило такой проект, называется «Точка кипения». Это создание пространств, где молодые генерируют идеи и пытаются развить хорошие проекты. Мне кажется, что в городе Десногорске клуб «Золотого возраста» можно назвать «Точка кипения» для наших уважаемых ветеранов, для наших уважаемых первостроителей. Где вы сможете не просто общаться, посидеть, пообщаться, но и сформировать, и сгенерировать какие-то идеи, проекты, которые мы потом вместе с вами с огромным удовольствием будем здесь же и реализовывать. В клубе «Золотого возраста» планируется проводить совещание ветеранского актива, кружки различной направленности, встречи и беседы с молодежью города. Я надеюсь, наш опыт, я тоже, в вашей компании, наш опыт, наверное, где-то, не где-то, может и молодежь. Иногда мы тоже должны присматриваться, и хорошие идеи, которые молодежь, и их тоже нужно учиться, все же времена меняются. И теперь осталось нам сделать наполнение, то есть подобрать ветеранов, сделать кружки, сделать шахматы, шашки. Я считаю, что мы отработаем все. Думаю, не только это будет направлено на самих ветеранов, но обязательно будет помощь молодежи. Реализация регионального проекта началась в сентябре 2021 года. За несколько месяцев было отремонтировано помещение, произведена замена освещения, облагорожено крыльцо и фасад здания, поставлен пандус, закуплено аудио- и видеооборудование. Хочу всех поздравить с открытием этого клуба, чтобы здесь, Владимир Владимирович, не только проходили и рабочие встречи, но я понимаю так, что техническая база немножко усилена и будет позволять проводить и досуг, и мероприятия, вот такие, которые вы захотите провести. Всем здоровья, благополучия и исполнения всех ваших намеченных планов. Клуб для самовыражения и общения пожилых людей открыт совместными усилиями Десногорской библиотеки в лице исполняющей обязанности директора Татьяны Пановой, Рословского комплексного центра социального обслуживания населения в лице исполняющей обязанности директора Ирины Васильевой и Десногорского городского совета ветеранов войны и труда в лице председателя Игоря Журавлёва. Виталий Волков, Александр Ерофеев, Десна ТВ.